Борщевик выше человеческого роста подступает к домам. Уже несколько лет жители деревни Козики Суздальского района борются с ядовитым растением. При контакте с кожей оно вызывает сильные ожоги. Люди за свой счет нанимают специалистов, которые уничтожают зонты. Косит борщевик на придомовых участках и сами жители. Но он только разрастается. А сейчас он уже лезет в огород. Прокосили вот здесь. Вот видите, 10 дней не прошло. А он уже вылез и опять уже со цветом маленький. А запах был, это действительно задыхаешься от этого запаха. Хорошо, вот жители здесь приобрели тоже дома все. Выкашиваются, пытаются удалить, а бесполезно. Он да, растет и растет. Просто уже боимся за своих детей. В среднем кусте борщевика содержится около 20 тысяч семян. И все они разлетаются по территории. Участок Натальи весь в маленьких ростках. Женщина говорит, что если ходить в открытой обуви, точно будут ожоги. Вот борщевик подбирается уже к нашему участку. Вот наш участок. Мы постоянно косим здесь, постоянно травим его, тратим большие деньги. Ничего не помогает. Не помогает и местная администрация. Жители звонили туда 1 июня. Им обещали в течение двух недель скосить борщевик и обработать гербицидами. Прошло больше месяца. Чиновники так никого и не направили. А будь это не муниципальная земля, а частная, жителей бы уже давно оштрафовали за сорняк. Земля администрации, они хозяева, они и должны ее обрабатывать. Борщевик – это такая проблема, с которой никто не может справиться. Но ее самое главное, я думаю, не запускать. Ее надо просто косить, например, косить, косить. Но опять же, профессионал, в профессиональной одежде. Пожилым жителям деревни приходится палками отодвигать листья борщевика, чтобы пройти к пруду. Ираида Ивановна ходит туда кормить уток. На днях она заметила на ноге волдыри и сначала подумала на насекомое. Я ходила с палкой вот так вот, лески нагибая. А тут у меня палки не было, я и пошла. А только вчера говорила, что это у меня за пузырик, кто меня укусил. Говорю, нет, это не укусила, это вот зараза меня укусила. Устав звонить и писать в поселковую администрацию, жители приехали лично. Застали главу администрации муниципального образования Новоалександровская. К нему относится деревня Козики. Вы обещали, что через две недели вы все нам скосите, либо обработаете. Он сейчас зацвел, недели через две полетят семена, к нам в огороды опять. Когда вы будете принимать меры? Глава Елена Кашина отвечает, что недавно были завершены работы в тех населенных пунктах, которые попали в областную программу по борьбе с борщевиком. Из бюджета региона Новоалександровскому сельскому поселению выделили 300 тысяч рублей. Деревня Козики в областную программу не попала. Сейчас у нас начинается обработка других площадей, которые не вошли в эту программу областную. За счет средств местного бюджета буквально мы перевешиваем вот сейчас на трактор косилку и начинаем с послезавтрашнего дня обработку уже других площадей. Жителям деревни вновь дали обещание, только уже на камеру, что до конца следующей недели борщевик будет уничтожен. Если брать данные по области, то в этом году Ростельхозцентр обработает около 200 гектаров земли. На борьбу с ядовитым сорняком из бюджета региона выделено 12 миллионов рублей. Самыми заросшими районами признаны Гороховецкий, Визняковский и Юрьевпольский. Валерия Пронина, Артем Михайлюта, 6 канал.